Привет, кубисты! Меня по-прежнему зовут Алексей Зуйков, вы смотрите видеоблог 2 в Кубе. Несмотря на то, что ёлка немножко вытеснила меня из кадра, я думаю, что мы с ней нормально будем сегодня смотреться вместе, потому что разбирать её мне пока, если честно, немножко влом и банально не хватает на это времени. Недавно я подвёл свои традиционные, масштабные, огромные, классные, настольные итоги года, а также огласил пятёрку лучших настолок 2021 года по вашему выбору в нашем уже традиционном, прекрасном зрительском стриме. Сегодня я тоже хочу подвести своеобразные итоги, но поговорю о том, что же произошло с нашим каналом 2 в Кубе за последние 365 дней и что его ждёт впереди. Если вам интересна и небезразлична судьба канала 2 в Кубе, не переключайтесь. Нужна классная игра? Вам в Игровед! Там сотни настолок, предзаказы новинок и даже единственный в России музей настольных игр. Перед тем, как я перейду непосредственно к разговору о статистике канала за последний год и о том, к чему она приводит лично меня и всех нас, хочу поделиться и порадовать вас классным анонсом. Прямо сейчас у меня в работе почти 200 гигабайт исходников очень классного нового видео, которое мы записали вместе со всеми участниками второго сезона Лиги настольных игр, вместе с Владом с канала Низагамс у них в студии, и мы вместе с ребятами сыграли партию в одну из моих самых, наверное, любимых кооперативных игр с предателем, это Shadows over Camelot от Бруно Катало и Сержа Ложе. Правильно же? Ничего не перепутал? Нет, супер. Мы сыграли полноценную партию в эту классическую игру, как я уже сказал, вместе со всеми участниками Лиги. Получилась очень классная, теплая и такая напряженная, хоть и дружеская партия. Уверен, что она вам понравится, как только я наконец-то доберусь закончить ее монтаж, потому что исходников действительно очень-очень много, и партия у нас получилась длинная. Еще один вопрос, еще один анонс, который наверняка тревожит многих из вас, это второй сезон нашего ролевого шоу Кидалы. Кидалам однозначно быть. Весь второй сезон лично мной уже целиком смонтирован от и до. Единственная причина, по которой он до сих пор не вышел, это то, что я жду материала от наших художников, которые должны нарисовать скетчи, которые должны нарисовать кадры для наших сценок в предыдущих сериях. К сожалению, это очень длительный процесс. Весь монтаж у меня был закончен еще осенью, но, как видите, ВОЗ и ныне там. К сожалению, пока эта работа не будет завершена, я ничего не могу с этим сделать, никак не могу это форсировать, потому что проект все еще не бюджетный, мы ничем не платим никому из участников, в том числе тем, кто работает над этим проектом, очень много. Мы не оплачиваем услуги монтажа, было бы смешно, если бы я оплачивал их сам себе. Не оплачиваем работу художников, поэтому они работают с той скоростью и с той вовлеченностью, которую могут себе позволить на дармовой основе. Тем не менее, я очень горю за то, чтобы второй сезон вышел как можно быстрее, и надеюсь, что все-таки это случится, и надеюсь, что релиз все-таки состоится до весны. По крайней мере, лично мне бы очень этого хотелось, так как продолжение это следует. У нас все игроки замерли уже, получается, больше, чем на год. Всем интересно играть дальше, я уверен, что вам интересно смотреть дальше. И в связи с этим я принял довольно сложное для себя, но, мне кажется, необходимое решение об изменении формата шоу, начиная с третьего сезона. Ждать так долго, ждать так много выхода новых серий, к сожалению, уже невозможно. Ни вам, ни нам самим. Поэтому второй сезон мы делаем так же круто, красиво, классно, как первый. Пусть это, к сожалению, и не окупилось по просмотрам. Первый сезон посмотрели, ну, так себе, просмотров это набрало не очень много. Я, конечно, опечален, но классно, что все равно это шоу мы сделали круто, ярко, с очень качественным, насколько мы могли, контентом на таких финансовых условиях, в которых мы находимся, с крутыми артами, с музыкой, которая была написана специально для проекта, с нуля целиком от и до, со всем оформлением и так далее. Опять же, весь интерфейс был нарисован специально для Кидал, и я надеялся, что второй сезон за счет этого выйдет быстрее, потому что интерфейс-то весь уже готов. Но, как видите. Поэтому я принял такое решение, что как только второй сезон Кидал выйдет, начиная с третьего сезона, мы будем выпускать его, скорее всего, делать вообще Кидал дальше, стримовыми сессиями. Будем просто собираться онлайн в какой-то конкретный вечер, когда вы сможете прийти и в прямом эфире посмотреть нашу сессию с нашими игроками, с гостями, которые также будут у нас меняться и появляться от сессии к сессии, и мы будем продолжать нашу прекрасную ДНДшную историю. Пока не знаю, будем ли мы потом это делать в таком же формате интернет-сериала, то есть делать туда крутую графику арты от художников, вставлять, перемонтировать и выкладывать отдельными эпизодами или нет, вопрос пока вот такой вот большой и жирный, и с точечкой внизу непонятно. Пока наших мощностей, к сожалению, не хватает на то, чтобы делать это и круто, качественно, и при этом еще и быстро, чтобы вы этого долго не ждали. Поэтому вот такое решение касательно Кидал. Второй сезон ждите в том же виде, в котором и первый, с красивой графикой, с голосом Леша Тихонова, открывающим наши эпизоды. А начиная с третьего, пока будем планировать делать это через стримы. Опять же, подключим больше интерактива, подключим какую-то возможность зрительского, может быть, влияния. Не обещаю, что его будет много, потому что отвлекаться на чат, играя в ДНД, тяжело. Но какие-то инструменты взаимодействия зрителей с игроками у меня уже есть в голове. Я хочу это тоже сделать классно. Пока, пожалуй, это все, что я могу сказать по Кидалам, поэтому сжали кулачки и... Давай кидай, давай кидай, давай кидай, давай кидай! Ну и переходим к кульминации нашего сегодняшнего видео, нашего сегодняшнего разговора, точнее, моего монолога. Но я по-прежнему уверен, что у нас с вами все-таки не монолог, а диалог. Мы с вами общаемся в комментариях, и весь фидбэк, который я от вас получаю, я его стараюсь читать, принимать, пропускать через себя и улучшать канал всеми возможными для этого способами. В прошлом году я решился сразу на несколько крупных и важных экспериментах по контенту на канале 2 в кубе. Прежде всего, я принял решение попробовать вернуть те самые обзоры, о которых вы так давно просили, о которых вы так долго ждали, судя по вашим комментариям, я это сделал. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, примерно десяток обзоров В двадцать первом году я выпустил в том формате, как это было раньше. С написанным заранее сценарием, с какими-то шутками, прибаутками, с интересными эффектами. В общем, поработал я над этим прилично. Я очень рад, что вы действительно тепло приняли возвращение классических обзоров в комментариях, но, к большому моему сожалению, по цифрам просмотров такие ролики оставляют сильно-сильно желать лучшего. И даже несмотря на то, что я вернул это все и ожидал какого-то роста, какого-то всплеска и какого-то большей активности, скажем так, от зрителей и подписчиков, по просмотрам обзорные ролики, к сожалению, остаются на уровне все тех же летсплеев, которые, естественно, снимать гораздо проще, гораздо менее трудозатратно, как по времени, так и по времени на работу. То есть они не требуют гигантского такого сложного монтажа, не требуют заранее придумывания сценария, написания и придумывания каких-то там шуток, скетчей и так далее. Чего совершенно нельзя сказать, например, о топах, которые, несмотря на то, что тоже требуют подготовки заранее, мне нужно их составить, мне нужно выбрать игры, мне нужно примерно накидать сценарий того, о чем я хочу говорить и почему я хочу расположить игры в том или ином порядке. Но топы, здесь я снимаю шляпу перед Владом, опять же, с канала Низагамс, который меня сподвиг, наконец-то, попробовать этот формат на канал внедрить. Здесь, ну, прям все очевидно. Ребята, топы — это самый просматриваемый контент на канале 2 в кубе за весь 2021 год. И если те же самые итоги года, которые я делал две недели, вкладывал в это колоссальное количество труда, сил и своего ресурса, как физического, так и морального, до сих пор набрали, начиная с нового года, 17 тысяч просмотров, то некоторые топы набирают двадцатку буквально за пару дней после их выпуска. Лично для меня эта статистика, конечно, очень обидная, в чем-то даже неутешительная, но при этом весьма и весьма показательная. К большому сожалению, как бы не писали люди о том, что они хотят обзоров, смотреть обзоры массовый зритель на канале 2 в кубе, к сожалению, не хочет. И если обзоры воспринимаются и смотрятся вами на уровне тех же самых летсплеев, то топы рвут все возможные рекорды. Вот по статистике 63 тысячи просмотров топ на двух игроков набрал. Вау, просто вау. Для сравнения, самый крупный обзор, который был выпущен в прошлом году, набрал 8,2 тысячи просмотров. 63, 8,2. При том, что несоизмеримо больше труда, конечно же, выходит на создание обзора. А так как в прошлом году я провел очень большую плодотворную работу не только над видеоблогом 2 в кубе, но еще и с психиатром и психотерапевтом в попытке найти самого себя и научиться, наконец-то, делать то, что мне нравится и перестать делать то, что тратит мой ресурс впустую, я вынужден принять решение о том, чтобы количество обзоров на канале 2 в кубе как минимум значительно сократить, а в идеале, наверное, перестать снимать их вовсе. По крайней мере, если они настолько не окупаются по статистике. Я вижу, что топы вам очень заходят, вы их смотрите с удовольствием, вы их комментируете с удовольствием, под ними всегда огромное количество приятных комментариев. Иногда какие-то классные, интересные споры о том, почему эта игра в топе, почему не в топе. В общем, это контент, который вызывает у вас отклик, это контент, который вы смотрите с удовольствием, и этот контент я однозначно буду продолжать делать. Помимо этого, мне безумно нравится делать всякие скетчи, приколюхи и так далее, за которые очень многие из вас любят мой канал, за которые вспоминают мой канал, когда говорят о каких-то обзорах, всегда вспоминают какие-то смешные сценки из этих обзоров, которые я делал. И ближе к концу 2021 года я решил поэкспериментировать с форматом шортс. И залил несколько видео на два в кубе, как те, которые были уже раньше, так и каких-то коротеньких, смешных новых видео, которые я сделал специально. Вы их принимаете клево, мне их делать нравится, я получаю удовольствие, проявляю творчество. Поэтому какие-то скетчи я, скорее всего, время от времени буду делать просто в охоточку, заливать на канал, чтобы вы могли вместе со мной над этим посмеяться, поугарать, улыбнуться, не знаю, просто написать, что я дурак, почему бы и нет. Это классный формат, который мне нравится. Например, вот наше видео, которое мы сняли с Ирой, приуроченное к анонсу локализации флита, на мой взгляд, одно из самых клевых скетчевых видео и вообще скетчевых зарисовок, которые были на моем канале годами. Я понимаю, что любители обзоров сейчас наверняка расстроятся, и я разделяю ваше расстройство целиком и полностью. Мне тоже, к сожалению, обидно, что этот формат, ну, не заходит зрителям в 2021 году. Уже, к сожалению, нет большого количества желающих, которые готовы его смотреть, готовы им делиться, распространять, показывать своим друзьям, каким-то образом поднимать активность этих видео на уровне тех же топов, для того, чтобы я понимал, что этот формат действительно имеет смысл развивать. Как я уже сказал, очень много сил, очень много времени на это уходит. Я, к сожалению, не готов уже, будучи 31-летним Лешей Зайковым, тратить такое количество ресурсов, то, что меня, ну, в какой-то степени обламывает поддача. Тем более, что сейчас я активно занят в музыкальных проектах, я готовлю к релизу свой первый клип, свой первый полномасштабный электрический альбом. Держу кулаки за то, чтобы все это получилось как можно быстрее и круче. Очень много концертирую и получаю от этого очень много удовольствия. Но, конечно же, это не значит, что если вот обзоров больше не будет, или их будет сильно меньше на канале 2 в Кубе, значит и контента будет меньше. Весь 21-й год на не слишком частных, но все же выходящих на нашем канале стримах, я пытался насобирать донатов на новую камеру. Потому что моя старушка, на которую я снимаю свои видосы уже 5 с лишним лет, к сожалению, уже плохо себя чувствует, вырубается, косячит по звуку, у нее дохнет батарейка, поэтому мне приходится как-то запитывать ее какими-то хитрыми способами от сети, бороться потом с фоновыми шумами и так далее. Отставим лирику. К сожалению, денег я не собрал. Из 100 тысяч на хорошую камеру уровня канала игровой, уровня канала UAM Games, у ребят действительно классное оборудование. Я с ними консультировался, собственно, с тем, какую камеру себе приобрести. 50 тысяч из 100 удалось собрать. Это, конечно, я не говорю, что фу, вы плохие, вы гигантские молодцы, спасибо вам огромное за то, что накидали это. Это уже очень большой вклад. Но самое смешное, что за этот год, 21-й, 22-й, цены выросли настолько, что эта камера теперь стоит не 100, а 150 тысяч. И получается, что я оказался в том же самом интервале, в котором был на начало 21-го года. То есть у меня было 0 из 100, теперь у меня 50 из 150. Увы и ах, лишних 100 тысяч мне взять неоткуда. Просто банально, потому что на мне висит ипотека за квартиру, в которой я наконец-то могу снимать блог вот в нашем привычном виде с полочками, плюс сокращение зарплат на работе. И, к сожалению, видеоблог тоже мне не приносит сейчас достаточного количества денег. Но, тем не менее, ваши деньги, которые вы кидали мне в донаты на новую камеру, совершенно никуда не сгорели. И за них, точнее за часть этих денег, я купил вот эту вот красотку. Logitech Brio. Это веб-камера, качество которой вы могли уже оценить, например, по нашему с вами новогоднему стриму, на котором я пользовался уже этой камерой. И также вы видели наверняка наши стримы, когда приезжали ко мне в гости Бордгеймер Шиира и Тимур с канала Настолки Лайв. Именно такими камерами пользуются они для своих стримов. Именно они мне эту штуку порекомендовали. Я очень доволен. И к чему я это все? Вот как раз тут плохая новость заканчивается и начинается хорошее. Я решил в 2022 году посвятить гораздо больше времени на канале 2 в кубе прямым эфиром, стримом Настолок, живому общению с вами, живым партиям игровым, которые я буду проводить прямо здесь. Благо теперь у меня есть хорошая камера, которая позволит не только летсплей снимать на более приемлемом уровне качества, а не на таком, на каком я был вынужден снимать их в 2020-2021 году. И также еще и стримить. Планирую провести какие-то прямые эфиры, надеюсь, уже в феврале с Настолками. Воспользуюсь этой камерой, попробую ее потестить еще разочек как основную камеру для стола на стриме. И если все будет круто, просто на те самые деньги, которые вы надонатили, на остаток, куплю вторую такую же камеру и буду стримить не только стол красиво и качественно, но еще и игроков, которые будут сидеть за этим столом. Все будет видно, все будет слышно. Микрофон классный у меня есть, который позволяет это делать. Так что в этом году, в 2022 году, в качестве такого, может быть, очередного временного эксперимента, посмотрим, как это получится, как это скажется на просмотрах и на всем, хочу канал 2 в кубе немножечко преобразовать и развить в сторону более живого контента, в сторону большего взаимодействия с аудиторией, в сторону большего взаимодействия и общения с вами. Поэтому стримы, поэтому прямые эфиры, на которых вы сможете поприсутствовать и комментировать происходящее прямо в процессе, общаться с нами, а не только смотреть видео, в которых мы уже статично играем. Все-таки 21 век диктует уже свои условия, и мне очень интересно всегда проводить время с вами также живьем, а не только читать ваши комментарии уже постфактом, когда видео вышло. Вот такие, пожалуй, получились итоги нашего прошлого года существования видеоблога 2 в кубе. В этом году нам исполняется 10 лет вместе с вами, мы уже совсем большие. Очень рад тоже этому юбилею. Думаю, что в мае, конечно же, что-то грандиозное и классное по этому поводу устрою на десятилетие канала. И надеюсь, что этот год, 22-й, мы проведем с вами в более тесном контакте, в более близком общении, станем дружить, станем играть еще круче и теплее, чем раньше. Поэтому до новых встреч на канале и не только. Надеюсь, скоро они будут становиться все чаще и происходить все более-более в живом формате. Пишите в комментариях ваши, может быть, пожелания и предложения, чего бы вы хотели видеть больше. Может быть, у вас есть какие-то идеи касательно контента на канале, которые мне не приходили в голову, которые я не озвучил здесь, просто потому что я о них не догадался. Оставляйте, конечно же, ваш фидбэк. Буду очень рад с вами его обсудить и увидеться уже очень-очень скоро. Пока!